Юные ныринмарцы приняли участие в акции «Мои здоровые выходные». Её ежегодно организует администрация города. О том, чем занимались ребята, расскажет Катрина Тайбарей. Акция «Мои здоровые выходные» – отличная возможность провести выходные с пользой и увлекательно. Кирилл Ивокуева, например, смена обстановки и деятельности заряжает энергией. Мы занимаемся гимнастикой, аэробикой, прыгаем на батутах, тренируемся делать всякие трюки, движения. Сегодня день более активный, чем вчера. Вчера мы делали всякие прикольные штучки из материалов подручных. Очень хорошая идея, побольше бы таких мероприятий. В обычной жизни ребятам не всегда удается попробовать себя в различных направлениях спорта и досуга. Такой формат ежегодной акции сразу полюбился и маленьким горожанам. Суть в том, чтобы ребята могли для себя выбрать, что им интересно. Может быть, мы покажем им такие направления в спорте или в декоративно-прикладном творчестве, которыми они никогда не занялись бы сами. А здесь у них есть возможность с этим познакомиться. Так ребят научили самостоятельно шить броши из ткани и медальоны из меха. Новое занятие пришлось по душе даже мальчикам. Организаторы отмечают, что проведение таких мероприятий весьма полезно. Ведь с приходом новых технологий все меньше внимания уделяется прикладным навыкам. Там присутствует много мальчиков. Научились первый раз держать нитку с иголкой. Узнали, что такое набойка. То есть прошли несколько, можно сказать, мастер-классов в одном. А следующий мастер-класс у них будет кулон. Кулон из меха. То есть они научатся вырезать мех, его обрабатывать. На следующий день ребята покорили гравитацию, освоив батутный спорт. Узнали, что прыгая можно не просто весело проводить время, но и полноценно прокачивать тело, тренировать выносливость, вестибулярный аппарат и ловкость. Мы изучаем такую разновидность гимнастики, как батутный фристайл. У ребят сейчас занимаются именно на базовую часть. То есть мы начинаем просто ознакомиться с прыжками. То есть это базовое приземление, базовые прыжки, контроль тела и работа над степиальным аппаратом. У ребят проходят здоровые дни и сегодня у них такая вариация. Счастливчиками в этом году стали дети, работающие на предприятиях и те, кому не удалось выехать в лагерь. Катрина Тайборей, Владислав Носкин, Антон Волтерьков, Телеканал Север.